здравствуйте меня зовут влад и в этом видео мы с вами продолжаем разбирать тригонометрические уравнения и сегодня мы разбираем целый третий тип тригонометрических уравнений а как их решать мы узнаем с вами буквально через секунду ставьте лайк подписывайтесь на наш канал и давайте учить формулы предыдущих видео мы с вами учились решать тригонометрические уравнения первого и второго типа а сегодня мы сами научимся решать тригонометрические уравнения третьего типа напоминаю это уравнение в которых а находится в промежутке от минус 1 до 0 или от 0 до единицы не включая данные значения минус 1 0 и 1 это частные случаи которые выводятся из окружности и для того чтобы решать например уравнение вида синус t равно а нужно знать несколько формул которую мы с вами сначала выведем для этого отметим с вами на оси у почему на оси у потому что за синус отвечает ось у число а и проведем через это число горизонтальную прямую тогда наша прямая пересечет окружность двух точках право и слева и каждая эта точка соответствует углу синус которого равен а одна из этих точек арксинус а а другая и минус арксинус а тогда мы с вами получаем что если есть уравнение синус т равно а то т равно арксинус а то есть вот это вот значение и плюс еще 2 пи n где n принадлежит z почему плюс 2 пи n потому что этой точкой задается бесконечное множество углов и мы вернемся в эту же точку через полный оборот либо же еще и минус арксинус а т равно и минус арксинус а и также добавляем обязательно 2 пи n потому что и точка тоже задает бесконечно много углов и вернемся мы в нее через полный оборот окружности 2 пи обязательно нужно поставить знак объединения этих двух уравнений вот мы с вами и вывели т равно арксинус а плюс 2 пи n где n принадлежит z или т равно пи минус арксинус а плюс 2 пи n n также принадлежит z эти две формулы можно объединить в следующую т равно минус 1 в степени n умножить на арксинус а плюс пи n где n принадлежит z как мне кажется первые две форму формулы более понятны и я советую их использовать потому что в дальнейшем они вам пригодятся для решения более трудных заданий ну что ж давайте попробуем разобраться на примере как работают данные формулы и так решим с вами уравнение синус x равно корень из 2 на 2 пользуемся теми формулами которые мы с вами только что вывели синус x равно корень из 2 на 2 ставим с вами знак объединения и по первой формуле x равно арксинус корень из 2 на 2 плюс 2 пи n n принадлежит z это первая формула и вторая формула и минус арксинус корень из 2 на 2 плюс 2 пи n n также принадлежит z это мы с вами воспользовались формулами теперь посчитаем арксинус корень из 2 на 2 синус какого угла равен корень из 2 на 2 это угол пи на 4 соответственно преобразуем арксинус корень из 2 на 2 это пи на 4 плюс 2 пи n n также принадлежит z арксинус корень из 2 на 2 мы посчитали поэтому заменяем во втором уравнении арксинус корень из 2 на 2 на пи на 4 получаем x равно пи минус пи на 4 плюс 2 пи n n принадлежит z теперь упростим данные равенства ну в первом можно посчитать ничего не можем а во втором и минус пи на 4 можно вычислить сколько это будет поэтому снова ставим знак объединения первое уравнение оставляем без изменений а вот во втором считаем и минус пи на 4 это 3 пи на 4 плюс 2 пи n n принадлежит z вот так вот мы сами решили уравнение синус x равен корень из 2 на 2 и вот эти две группы корней это ваш ответ что же давайте аналогично разберем для косинуса т равного а и так уравнение косинус т равно а для того чтобы вывести формулу для решения данного типа уравнений мы с вами также воспользуемся тригонометрической окружностью итак на си о икс отметим точку со значением а и проведем не горизонтальную а вертикальную прямую тогда наша прямая пересекает окружность в двух точках сверху и снизу и каждая из этих точек соответствует углу синус которого равен а одна из них будет арк косинус а а другая симметричная ей минус аркосинус а тогда уравнение косинус т равно а будет решаться следующим образом т равно аркосинус минус плюс минус т равно плюс минус аркосинус а и обязательно добавляем еще полный оборот плюс 2pn где n принадлежит z так как если мы с вами пройдем всю окружность сделаем полный оборот то мы вернемся в эту же точку а углов для каждой из этих точек бесконечно много но давайте разберемся на примере итак косинус 2x равно 1 2 воспользуемся этой формулой только здесь у нас стоит 2x а не просто x и не просто т поэтому мы сами выражаем полностью 2x напоминаю т это выражение зависящее от переменной x тогда что мы с вами получим выражаем 2x 2x равно а дальше по формуле плюс минус аркосинус от числа а число а 1 2 поэтому аркосинус от 1 2 плюс 2pn n принадлежит z но это мы сами выразили 2x наша задача найти x давайте сначала посчитаем аркосинус 1 2 а потом найдем значение переменной x аркосинус 1 2 вспоминаем косинус какого угла равен 1 2 из таблички это угол в пинатре соответственно получаем 2x равно плюс минус и на 3 плюс 2pn где n принадлежит z все выразили 2x осталось выразить только x для этого обе части равенства разделим на 2 2x делить на 2 останется только x плюс минус и на 3 разделим на 2 получим и на 6 и 2pn разделим на 2 получим и n обязательно n принадлежит z вот таким вот образом решается уравнение вида косинус т равно а для решения уравнений например тангенс т равно а или катангенс т равно а используются следующие формулы т равно арк тангенс а плюс pn где n принадлежит z или т равно арк катангенс а плюс пн где n принадлежит z также эти формулы можно вывести из окружности их достаточно только запомнить и в дальнейшем использовать при решении заданий спасибо за просмотры и ждем вас в следующих видео обязательно подписывайтесь на канал